Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и сегодня у нас идет уже обзор фракционных кораблей. Да, я сделал обзор на фрегаты, эсминцы, крейсеры, линейные крейсеры, линкоры и их подклассы во всех четырех расах. Грубо говоря, поверхностно поговорили, что, как, почему, зачем и для чего, и все в этом роде. И мы начинаем серию обзора фракционных кораблей. Ну что ж, друзья, с вас лайк, подписочка, с меня контент. Поехали! Немножечко водной информации, друзья, у нас представлено целых 10 фракций, не считая раз. Собственно, Интербас, Легион Морда Систер Софиев, Блутрейдеры, Оры, Нация Сэнши, Пираты Гуристас, Корпорация Серпентис, Ангел Картель и Янгл Джунг. И давайте-ка начнем. Да. Друзья, очередь дошла до следующей фракции, но перед этим я скажу. Ребят, не злитесь, не ругайтесь, эти корабли мне не купить никак. Так, ковырять их сборочки я не могу никак. Я могу единственно снять на них обзор, высказать свое мнение, посоветовать вам и так далее. Так как, повторюсь, опыт игры в Еву с 2013 года хоть что-то в этом деле значит. Если вы знаете какую-либо программу, которая позволяет фитить корабли и делать там скрины, смотреть на урон, сколько ДПС он выдержит и так далее, кидайте это в комментарии и также пишите, друзья мои, в комментарии, на что мне еще снять обзор, по каким играм и так далее, либо лосплей, каких игр вы хотите увидеть и так далее. Буду вам признателен, спасибо вам за это большое. Но у нас сейчас на очереди ангел-картель. Берем, смотрим. Вообще, ребята, страшные на самом деле. В совершенстве владеют пушками, любят скорость. Многообещающее заявление. Кстати, цинобал, вот и мочалка. Цинобал я использовал в обычной и в онлайн, когда фармивал зеленки. Ну, закрывал аномалии в, так сказать, хайсеках, выбивал экспедиции, дедкомплексы и прочая хорошая штука. Начнем с фрегатов. Драмель, здравствуй. Так, 3 пипки под пуш, 3 под пакости, 3 под танк урон и 3 под тюнинг. Ладно, хорошо. Плюс 50% скорость в варп режиме, это бонус специализации. Плюс 50% в варп ускорение, неплохо. И время активации модуля контроля урона, ё-моё. Это как штурмовые фрегаты, эсминцы и так далее. Сейчас я объясню, что это означает время активации модуля контроля урона, и вы будете ошеломлены, потому что такие штуки у нас есть в ЕВЕ. Так, заходим на рынок. Эта штука находится у нас в нижних слотах. Сейчас, секундочку. Ну, давай, 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 давай. Ну, давай, давай, давай. Как долго ты грузишься? Все. Так, малые разъемы модуля боевой живучести. Это вот эта вот срань. Ой, не так нажал, извиняюсь. Это ее изначальное сопротивление, которое она дает пассивно, но эта штука активная. Мы ее прожимаем, получаем бонус дополнительной полной сопротивляемости после активации в 800%. То есть, 6,8, сколько? Правильно. У нас везде, по всем параметрам, взлетает резко резисты. И очень сильно. Правда, он работает 13 секунд всего лишь, но у нас бонус на 5 секунд, а у 18 много урона. Вы сможете таким образом не пустить свой корабль. И задержка повторной активации 150 секунд, что долго в бою, а в ТВП бою целая вечность. Я вот не знаю, конечно, на МК-9 там больше бонус или как? Нет, те же 800, но просто выше резисты. Так, возвращаемся к обзору корабля. Потому что интересно, что там еще есть. Потому что вот этого в обычной Еве не было. Далее, обращение с малыми пушками продвинутый. 10 урон от малых пушек хорошо сойдет. 50 в... Ну, в идеале будет достаточно приятно. Далее, время активации малых пушек. То есть, бонус к скорострельности. То есть, бонус с 25% скорострельности. Ух ты, слушайте, они опасные. Это действительно много урона, учитывая, если этих ребят делать на пулеметах. Это будет прям страшно. Так, управление фрегатом продвинутый бонус за уровень. Скорость наведения малых пушек. О, ты прям радуешь меня. Ребята, мне нравится, очень нравится. И остаточная дальность малых пушек. Ну, в принципе, при работе в клоузе пофиг. Так, и это все. 5 АЕ в секунду. Но не забываем то, что у нас есть бонусы на скорость в варп-режиме и бонус в варп-ускорение. И давайте-ка посмотрим, что у него по характеристикам в плане щита, щиты и броня одинаково. Ну, в плане сборки я рекомендую вам пулеметный фит. В плане пакости я рекомендую вам стазис-сетку, варп-скребок. И, блин, там чего уже на самом деле хотите в зависимости от того ПВЕ и ПВП, потому что навыки этого корабля увеличивают его урон колоссально. Но нету навыков на модуле РКВ, поэтому его можно и в ПВЕ, и туда, и сюда, и там, и везде он будет хорош. Так, и под танк 3, ну, тут танк либо щитами, либо реально броней. На самом деле, как вы сами этого захотите. А мы идем дальше. И у нас Цинобал. Красавица, иди сюда, я хочу тебя посмотреть. Так, 5 пипок под пушечки, хорошо, 3 пипки под пакости, 5 под танк и все дела, и 3 под тюнинг модуля. Хорошо, скорость в варп-режиме плюс, варп-ускорение плюс, время активации модуля, контроль урона плюс, ну, то же самое. Так, а дальше? Ага, урон от средних пушек не 10%, а 5. И время активации, угу, понятно. Чуть-чуть снизили по сравнению со фрегатом. Но все еще очень приятно. Урон пониже, но это ладно, это не страшно. Так, далее. Скорость наведения средних пушек в плюсе, и остаточная дальность тоже в плюсе. Угу, 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 угу. 800, сколько? 3 АЕ в секунду у него. То есть будет 4,5. Неплохо. Как и обычно на фрегатах. Смотрим его характеристики. Но щиты броня по 5 штукарей, это очень-очень неплохо. Также танков куда угодно, в броню, в щиты. Я бы делал, наверное, лучше в броню. Тут больше резистов, так что делайте в броню. Так, по... Ну, что я могу еще сказать по этому поводу? Хороший корабль. Все то же самое, что я говорил про этот. И он будет оптимален в плане работы по мелочи. Если там бонус лежения есть, он в принципе не нужен, потому что мелкие корабли в ПВЕ особо быстро не летают, то здесь этот навык будет необходим. Если захотите брать его в ПВЕ, в ПВП, берите статист сетку по-любому. Она здесь просто необходима, чтобы попадать, собственно. И главный гость сегодняшнего видео, мочалочка, иди-ка сюда. Так, 8 пипок под пушечку, 4 под пакости, 6 под танк. Неплохо, неплохо. Неплохой танк у этой штуки будет. Скорость в айр прижиме 50. Ну, тут все то же самое. А здесь... О, они не стали уменьшать ее. То есть, бонус на урон тут серьезный. Время активации, также скорость наведения больших, также остаточная дальность, также. Вот этого красавца можно уже серьезно пособирать. Давайте-ка посмотрим, что у него по оснащению. 23 тысячи брони. 23 тысячи щитов. Вот его можно уже не только в пулеметы делать, но и в артиллерию. Ну, в смысле, в дальнобойное орудие. Совершенно спокойно. У нас, тем более, есть бонус на скорость слежения, бонус на остаточную дальность. А, насколько мне известно, вроде один из не из самых дальнобойных пушек, это, собственно, аутокенноны. Ну, генетическое вооружение, короче. Правда, лазеры вроде подальше, но все же. Альфуор, он довольно-таки высокий за единицу выстрела. И, ну, правда, вот 2 АЕ в секунду. То есть, это будет 3, грубо говоря, на уровне крейсера. Но все же приятно. Лучше, чем 2 обычных, как у обычного линкора, раз с Амартом и так далее. Давайте подводить итоги по этим ребятам. Ребята, отлично себя показывают в плане нанести неурона и скорости. И, действительно, эти корабли быстрее, нежели обычные линкоры. Сейчас давайте, чтобы не быть голословным, мы дело проверим. Я что-то забыл совсем. Так, скорость какая у тебя? Иди сюда. Зараза, где ты? 139 метров в секунду. Вообще странно. Они вроде в оригинальной ЕВИ были быстрее. Так, сюда. Давай вот сюда. Посмотрим, не знаю, Рок. Где-то Рок. Где-то Рок. Да, быстрее. Действительно, быстрее. Ребята заточены по донесению большого урона за единицу времени. На самом деле, это страшные чуваки. Но я бы сказал, то, что корпорация Серпентис ПВИ и ПВП будет гораздо лучше благодаря своим бонусам. А у Серпентиса, сколько вы знаете в предыдущем видео, бонус на статис-сеточку и варп-дестраптор. И легион-мороду будет похуже. Все-таки тут бонус на силу варп-глушилки и ракеты. Но тут у нас пулеметы, которые можно неслабо разогнать по высокому урону. В общем, как-то так. Я бы, наверное, брал бы для ПВЕ и ПВП все-таки Серпентис. А Ангел-картель, если вы прям любитель пушек. Ну, пушки тоже довольно-таки опасная штука. Но урон благодаря скорострельности может быть будет выше. Это все в любом случае нужно будет смотреть, считать. Но это не так уж и сложно. Я этим займусь как-нибудь, когда будут у нас программы для фитинга кораблей. А на этом у меня все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все дела в описании под видео будет ссылочка всеми видео, которые я оценил для вас, мои дорогие капсулеры, по поводу Ив Эхос. Также ссылочка на Инстаграм, группу ВК и Дискорд сервер. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем спасибо. Всем до встречи и пока-пока.